Всем привет! Меня зовут Роман и это мой канал о хоккее. Мой выпуск, посвященный топ-5 игроков, разочаровавших нас на старте сезона КХЛ, вам очень понравился. Вы поставили много лайков, поэтому я поспешил сделать для вас выпуск, посвященный тоже топ-5 игрокам, но которые уже удивили нас со знаком плюс после первых 10 матчей в регулярке КХЛ. Подписывайся на канал и поехали! На 5 место я ставлю нападающего московского Динамо Николая Чебыкина, который очень удачно начал этот чемпионат. На данный момент он забросил 6 шайб. На самом деле Николаю уже 24 года и многие списали его со счетов, потому что после сезона 16-17, который он провел в составе того же московского Динамо, где, кстати, забросил свою первую шайбу в КХЛ, он отправился в Уфу. Сыграл в Салавате Юлаеве всего 3 матча, не отметился набранными баллами и после этого поехал в Челябинск. Там тоже особо ничего не получилось. И вот в этом межсезонье он возвращается в Динамо и выдает такой замечательный старт. Сам Николай объясняет свою результативность тем, что наконец-то он смог провести полноценную предсезонную подготовку. Избежал травм, ничем не болел и вообще на протяжении всего лета не отдыхал, а пахал, пахал, пахал. Вот такие вот у него результаты. Кстати, в матче с Амуром Николай вообще оформил свой первый хитрик карьере в континентальной хоккейной лиге. Остается только порадоваться такому старту от игрока, на которого уже мало кто вообще рассчитывал. Будем надеяться, что Николай сможет поддержать эту форму на протяжении всего сезона и пройдет без спадов. А пока только пятое место в списке рейтинга игроков, удививших нас на старте сезона. На четвертое место я поставил единственного игрока, возраст которого превышает 30 лет. Я думаю, вы сразу догадались, о ком идет речь. Конечно, о Николае Кулемине. Кулемин подписал контракт с Салаватом Юлаевым на один год. Правда, перед этим у него сначала был пробный контракт, в ходе которого он провел несколько предсезонных матчей на турнире в Казани. После чего Салават все-таки решил дать ему полноценный контракт. Только ленивый не ругал боссов Салавата Юлаева за это подписание. В ход шли самые разнообразные аргументы, что вот не сохранили Жаркова, что у нас много своих молодых игроков, которым нужно давать место, зачем вы берете ветерана. Но Николай сразу показал, что его взяли не зря, потому что в первом же матче он оформил хет-трик. А на данный момент у него вообще 7 шайб в составе Салавата Юлаева и еще 2 передачи. Плюс ко всему, наконец-то у Уфы появилось второе мощное звено. К связке Кадейкина и Шмелева, которые раньше еще играли в Атланте, теперь добавился Николай Кулемин, который, по моему мнению, просто замечательно играет под воротами. В недавнем матче с автомобилистом именно 2 шайбы. Первый он отлично развернулся, второй отдал на пятак Маненину. Так или иначе, Николай Кулемин с текущими статистическими данными за 14 миллионов рублей, а именно такую зарплату озвучивали в прессе, это замечательный контракт для боссов Уфы. Поэтому им за это можно поставить жирную пятерку. А если Николай выбит 20 шайб за сезон, то его можно будет смело включать в топ-5 игроков по итогам регулярки, которые показали нам хорошую игру. Открывает тройку моего топа еще один игрок Восточной конференции, на этот раз из Магнитогорского Металлурга, Никита Коростелев. Никите, как и Чебыкину, уже 24 года, но именно этот сезон становится для него прорывным. Дело в том, что Никита уже в 14 лет уехал покорять Северную Америку, и там карьера шла с переменным успехом. После удачного сезона в Лиге Онтарио его задрафтовал Торонто в седьмом раунде, но после тренировочного лагеря стало ясно, что Никита не тянет. Затем был еще пробный контракт с Коламбусом, где тоже не получилось. По итогу в 2019 году Коростелев вернулся в Россию и подписал двухлетний контракт с ССК в ноябре того года. Но уже в декабре он был обменен на денежную компенсацию в Адмирал, где провел остаток того сезона. В итоге за всю свою карьеру в КХЛ он провел 58 матчей, в которых забил 12 шайб и сделал 12 результативных передач. Ну а в этом сезоне снова состоялся обмен в Металлург-Магнитогорск, снова на денежную компенсацию, где сейчас Никита играет очень важную роль. Да, пусть он пока выходит лишь в четвертом звене, но Илья Воробьев доверяет своему игроку. Более того, Никита выходит в важных моментах и в большинстве, где забрасывает важные шайбы. На текущий момент у него уже 8 очков по системе гол плюс пас, 6 шайб и 2 передачи. И это все в 11 встречах. Однозначно третье место в моем списке. Второе место в моем списке я отдал тезке Коростелеву и снова на восток. На этот раз Никита Тертышный, представитель трактора, проводит замечательный сезон, по крайней мере его начало. И для меня его игра прям настоящие откровения. Потому что трактор замечательно усилился. Пришли Ткачев, Пулкинен, Ярулин. И я от кого угодно из них ждал вот этого прорыва, ждал, что будет много шайб, заброшенных очков. Но на данный момент лучший бомбардир трактора, который здорово начал сезон, в целом трактор, является именно Никита Тертышный, у которого 6 шайб и 6 результативных передач. И я понимаю, что уже в прошлом сезоне в Югре Тертышный провел замечательный сезон. 45 матчах, 26 шайб, 13 результативных передач. Плюс Югра выиграла вышку. И в том плей-офф Никита добавил еще 15 очков. И поэтому наверняка у многих возникает вопрос, а почему Никита не играл еще в прошлом сезоне в тракторе? Ведь он наверняка бы тогда им пригодился. Потому что они, напомню, вылетели от саловато в первом раунде. Так вот, я не знаю, правда это или нет, но я слышал, что истинная причина в том, что не играл Тертышный в прошлом году, это то, что в тракторе не любят, когда в команде есть родственники. А всем известно, что Тертышный еще есть тренер. Я не знаю, болельщики трактора, вопрос к вам, действительно ли это так, или была какая-то другая причина. Но лично сейчас я жду Никиту в этом сезоне в составе сборной. Потому что он, когда с шайбой, это прям чувствуется. Насколько он зрело, здорово действует. И однозначно, я не ожидал такого. Поэтому заслуженное второе место в списке. Никите, только удачи. Наконец, первое место. И я скажу сразу, что я с этим определился еще за пару недель до того, как начал писать этот выпуск. Конечно же, еще один «Динамовец» Дмитрий Рашевский. В прошлом сезоне я изредка выхватывал матчи молодежного «Динамо». И даже там Рашевский выделялся. Но я даже не мог представить, что он может играть так в КХЛ, как сейчас. У него уже 8 голов и 4 результативных передачи, то есть 12 очков. И я сразу хочу всем сказать, что далеко не все 8 голов с передачи Вадима Шипачева. 4 я специально посчитал с передачи Вадима и 4 без участия Шипачева. Но я просто хочу сказать, какой у него бросок, какое понимание игры, как он двигается. Так вот не скажешь. Хотя ему только в октябре вот 21 года будет 21 год. Его даже в свой год не задрафтовали. А только в этом драфте ему в пятом раунде его задрафтовал Винни Пек. И, кстати, у него в «Динамо» заканчивается контракт в этом году. Я даже немножко начал переживать. И у меня тут такие двоякие ощущения. Потому что, с одной стороны, я бы, наверное, хотел, чтобы Рашевский уехал в «НХЛ», покорял лучшую лигу мира. А с другой, мне прям нравится наблюдать за ним. Обязательно в этом году постараюсь посетить матч «Динамо», чтобы посмотреть вживую. Вот его кистевой, помню, как он риги забил, там даже вратарь не успел среагировать. В общем, Рашевский однозначно номер один в моем списке. Потому что игрок молодой и настолько клево играет, что прям нет слов у меня. Вот такой вот получился мой топ-5 игроков, удививших на старте сезона. Возможно, некоторые кандидатуры покажутся вам противоречивыми. Пишите, что вы думаете по этому поводу. А лучше даже напишите свой топ-5 в комментариях. А мы потом посмотрим, чей пост набрал больше всего лайков. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И самое главное, не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго!